Не понимаю адептов секта механики, едешь дрочишь. Считаю, что механика, кроме хорошей механики, есть сейчас механика специально для вот именно дрочеров механики. Например, когда я покупал мустанг, я видел, как, например, работает мустанг на механике. Он, наоборот, ценится в Америке, потому что, несмотря на то, что он, как и на автомате, залочен на 190 км в час, там, ну, можно быстрее втыкать передачи, быстрее разгоняться. И тебе сама консоль подсказывает, какую передачу воткнуть, сцепление можно бросать как угодно и так далее. Но ебаный рот. Если вы... Ну, я не понимаю, короче, как можно водить вообще машину на палке. Честно. Я умею, но, блядь, я не то, что не хочу. Я лучше на такси поеду, блядь. Даже если мне не грозит никакая пробка, никакая гора, никакая хуйня. Я бы вот... Блядь, когда мы ездили, блядь, на этот праздник огурца, мы стояли 4 ёбаных часа в пробке в гору, нахуй. Блядь, я просто представил, что со мной было бы, если бы я был на Волге, на которой я изначально хотел поехать. Вы вообще можете представить, 4 часа в гору, в пробке, на Волге, блядь, на палке, нахуй. Вообще, можете себе это представить, блядь? Я же не на работу вышел. Поэтому первая машина, до того, как ты поймешь, что вообще к чему, это какое-нибудь говно. Пыжо какое-нибудь, купи. Самые дешевые тачки на автомате, это пыжо, блядь. 300 какое-то там, 6-ое, 4-ое, я хуйня, не разбираюсь. Или какой-нибудь старый Passat. Блядь, купи эти машины, они дешевые в обслуживании до сих пор, блядь. На автомате катайся, перди, блядь. В диван.